всем доброго дня ребят мы наконец доехали до хикадула и она кардинально отличается от того что мы видели в бентоте первое что мы приехали наш дискхаус это такая маленькая вечеринка даже диджеем люди выпивают там маленький парчик вот но на самом деле все очень прикольно то есть такое место куда приехать с друзьями с компанией вообще очень классно тоже здесь очень много ресторанчиков очень много баров по всю какие-то пляжные вечеринки но мы отправляемся прямо сейчас в океан первый раз попробовать что это такое именно на хикадуле очень много русских постоянно идешь выше русскую речь каждая пятая выездка нормально и немножко щенчика в количестве ресторанчиков конечно изначально нам говорили и мы читали отзывы на букинге что здесь очень тихо и релакса ну как бы по сравнению конечно со всей остальной хикадурой действительно тихо действительно как бы уютно если смотришь вот здесь на район но по факту вы абсолютно точно вы не будете спать потому что здесь вся от люди иностранцы и русские все вместе кушают развлекаются иногда диджея приходят вот но в основном и в принципе мы советуем модельчик собственно впечатление по поводу самого города хикадуа это очень очень туристическое место довольно цивилизованно есть магазины есть банки есть всякие палаточки развлечения экскурсии на каждом углу так что можно вообще не заморачиваться здесь вы можете найти серфинг здесь вы можете найти дайвинг просто познакомиться именно с такой шри-ланкой все остальное не больше чем на два дня это зависит на самом деле от вас смотря что вам больше нравится может быть то тем будет совсем скучновато на коме если красном отлично подойдет вот но все и наконец-то выдалась нормальная погода то что почему-то последнее время ушли дожди до новогодняя погода мало у вас идет снег а у нас идет дождь и мы хотим попробовать запускать весь трона чтобы снять для вас все это с высоты течего полета и не сказать хороших кадров мы пошли попрощаться с океаном поканули и увидели это а ну итак хикадула это точно не то место которое были лично мы посоветовали вам для посещения почему-то оттуда отправляют большинство русских туристов но по нашему мнению этот курорт вообще не отражает дух шри-ланки приезжать на другой конец света потратить столько денег на перелеты отеля так далее и не почувствовать духа этого острова это по меньшей мере как-то странненько абсолютно единственное что вы можете здесь сделать но так вот это действительно поблизости здесь находится галлифорд куда вы можете съездить и посмотреть вот буквально в 15 полчаса езды на езды на общественном транспорте или на туктуке также недалеко сравнительно есть пляж мириса куда вы тоже можете отправиться посмотреть на китов и так далее то есть ну просто интересный пляж ну это точно то место куда мы бы лично хотели возвращаться еще раз и мы уже приехали другой город это матера и это очень секретное место или просто место которым мало кто знает но она стоит того поэтому смотрите наш следующий влог подписывайтесь на наш канал лайкайте если вам понравилось это видео пока